Замедление темпов роста мировой экономики и снижение спроса на новые автомобили заставляет производителей идти на различные ухищрения. Кто-то пытается создавать супер дешевые авто, кто-то оптимизирует производство, а кто-то, как Мазда, пытается перейти в премиальный сегмент, который, как показывает опыт, практически не подвержен влиянию экономических факторов. Богатые не любят отказывать себе в том, к чему привыкли. И на примере новой Мазда 3 мы и рассмотрим, чего удалось добиться японскому бренду. Внешность новой Мазда 3 великолепна! Можно, конечно, к этому добавить, что выполнена она в той же стилистике кода, что и Мазда 6, которая, в свою очередь, корнями уходит в концепт «шинари», продемонстрированный широкой публике еще в 2010 году. Но, сути дела, сие не изменят. Внешне Мазда 3 выглядит не хуже итальянских суперкаров, и в своем классе с ней может потягаться разве что у Mercedes-Benz А-класса. Объем багажника в версии хэтчбэк составляет 308 литров. Это, конечно, мало, меньше только у Ford Focus, и назвать его практичным язык не повернется, но в целом для данного класса и типа кузова результат нормальный. Принципиально больше, разве что у Chevrolet Cruze с его 413 литрами. При желании вы сможете увеличить объем, разложив спинки заднего ряда, при этом получится почти ровный пол. Пожалуй, единственным серьезным минусом багажника является фальшпол, закрывающий докатку. Проблема в том, что он тряпичный, и лишь по центру к нему прикреплен пластиковый кругляшок-крышка для докатки. В общем, на этот самый кругляшок ничего тяжелого лучше не класть. Когда смотришь со стороны, кажется, что сзади может сесть разве что ребенок, но на деле мне при росте в метр восемьдесят удалось вполне нормально усесться самому за собой. В ногах и над головой, конечно, остается минимум места, но все же я ничем и никуда не упираюсь. В остальном все приятно. Не хватает разве что дефлекторов воздуховода, ставших уже нормой для данного класса. Перебравшись на водительское место, понимаешь, это машина для водителя и отчасти переднего пассажира. Передние кресла очень удобные и настроек хватает с избытком. Да и руль тут под стать пухленький, в руках лежит приятно. Что касается стилистики передней панели, то это... Ну, будем откровенны, это не Мазда и не какой-то новый стиль. Это компиляция того, что делают BMW и Mercedes. Причем и материалы отделки уже европейского уровня. Выглядит вполне прилично, да и в плане эргономики откровенных ошибок нет. В топовых комплектациях, как в тестовом автомобиле, вершину центральной консоли украшает 7-дюймовый сенсорный экран мультимедии, управлять которым можно как тыкая пальцем, так и с помощью шайбы-джойстика на центральном тоннеле. Сам мультимедийный комплекс, помимо проигрывания радио, музыки с телефона и настройки различных уведомлений, как, скажем, о необходимости пройти ТО, порадует и неплохой навигационной системой, которая вдобавок к тому при подключении мобильника по Wi-Fi сможет получать данные о пробках, ценах на бензин, на ближайших заправках и прочие данные типа прогноза погоды или находящихся поблизости объекта. Помимо этого, система способна читать вслух смс-ки и электронные письма с вашего смартфона. Что касается приборной панели, то она различается в зависимости от выбранного мотора. Если это версия с двухлитровым двигателем, как в нашем случае, то в центральном колодце будет красоваться огромный тахометр, а скорость будет отображаться в маленьком окошке под ним и на проекционный дисплей. Последний чем-то напоминает коллиматорный прицел. В общем, штука удобная. Жаль только, что идею не развили и не сделали, как, скажем, в Peugeot 508. Вывод не только скорости, но и указаний навигационной системы. В прочих версиях место тахометра займет спидометр. Кто-то, наверное, уже подумал. «Вот расхваливают машину продажные журналюги! Где недостатки?» И я с удовольствием отвечу. «Их есть у меня!» Недостатков по салону, в принципе, немного. И нельзя сказать, что они критичные, но тем не менее. Начать стоит с центрального тоннеля. Он в целом хлипковат. Второй момент — это расположение CD-проигрывателя. Засовывать туда диски не так, чтобы удобно. Его закрывает ручка коробки передач. Ну а третье — это жажда наживы, присущая всем премиальным брендам. Нет, конечно, это не Audi с их доплатой в 20-30 тысяч за тонировку задних стекол. И еще по 30-50 за каждый чип. Тем не менее, Мазда предлагает обладателям топовых комплектаций с уже имеющейся навигационной системой доплачивать еще 20 тысяч сверху за вот эту флешку. Да-да, сейчас вы смотрите на SD-карточку стоимостью в 20 тысяч рублей. На ней размещена карта для навигационной системы, без которой навигации у вас не будет. Более того, карточка при активации привязывается к конкретной машине, и использовать ее на другой не удастся. Вот такая беда. Ну а теперь о главном. О том, каково за рулем новой матрешки. И начну я это повествование с двух, но достаточно серьезных недостатков. Во-первых, у машины в принципе плохая обзорность. Тут вам и заднее окно бойница, и достаточно скромные боковые зеркала, и в целом скромные размеры авто, ввиду чего, повернув голову влево, лично я упирался в центральную стойку. Сюда же стоит отнести и ощущение габаритов. Если задние четко ощущаются, то вот понять, где заканчивается капот, и в целом правая передняя часть авто – задача не из простых. Да и передние парктроники, которые тут были бы очень кстати, даже опционально поставить нельзя. Ну а теперь об остальном, а именно о позитиве. Как уже говорилось, руль сам по себе приятный. Но мало этого, он еще и достаточно информативный. А в качестве бонуса усилие на нем автоматически изменяется. Так на парковке вы сможете вращать его хоть мизинцем. А в движении он нальется приятным усилием. К настройкам в шасси также никаких вопросов. Несмотря на то, что подвеска стала чуть мягче, добавив комфорта, машина по-прежнему остается по-трайверски жесткой, уверенно вгрызаясь 18-дюймовыми катками в дорожное полотно, позволяя получать удовольствие от активной рулежки. Но стоит понимать, что при этом вы будете чувствовать все неровности дороги, а лежачих полицейских лучше переползать. А вот дорожный просвет порадует. Составляет он 155 миллиметров, что позволяет не опасаясь подъезжать к стандартному бордюру. Под стать тут и коробка с движком. На тесте была версия с топовым для российского рынка двухлитровым атмосферным двигателем из серии SkyActiv, развивающим 150 лошадиных сил и 210 ньютонов момента, агрегированных посредством новой шестиступенчатой автоматической коробки передач SkyActiv. Данный тандем позволяет разменять первую сотню уже спустя 9 секунд. Причем машина весьма уверенно ускоряется вплоть до 150-160 км в час. Плюс ко всему новый автомат, в отличие от многих современных, моментально реагирует на педаль газа. Тут нет той злосчастной секундной задержки, так что поддав газу, вы сразу получаете отклик в виде ощутимого ускорения. Сюда же стоит добавить и честный режим ручного переключения передач, который держит обороты на пределе, но без вашего действия не переключает передачу. Помимо двухлитрового, на российском рынке также доступны полуторалитровый SkyActiv мотор, выдающий 120 лошадок. Он также, как и старший собрат, агрегируется исключительно шестиступенчатым автоматом. А также специально для России оставили старенький 1,6-литровый, 104-сильный агрегат. Его можно взять с пятиступенчатой механикой или старым четырехступенчатым автоматом. Но ни о какой динамике в этом случае и мечтать не стоит. Вообще, по ощущениям, этот моторчик оставили исключительно с маркетинговой целью – показать минимально возможную стартовую цену. Но об этом позже. Что же касается шумоизоляции, то она стала определенно лучше. Двигатель почти не слышно. Напрягает разве что шум в районе колесных арок. Но если взять опциональную акустику BOS, то и этот недостаток легко нивелируется. Говорить об экономичности новых Sky-активных двигателей сложно. У нас автомобиль был на тесте всего два дня, и понять за это время, каков реальный расход в различных условиях, невозможно. Достаточного количества отзывов владельцев там пока тоже нет. Тем не менее, расход может и не сильно, но больше официально заявленных 7,4 по городу и 4,9 по трассе для полуторалитрового мотора. И 8,1 и 5,1 литра соответственно для двухлитровой версии. Единственное, о чем пока уверенно можно говорить, это то, что лить в них нужно строго 95-й бензин. И не заправляться в сомнительных местах, ибо данные двигатели более чувствительны к качеству топлива. Что же касается безопасности, то тут Мазда 3 заткнула за пояс практически всех конкурентов и встала в один ряд с новыми Subaru Impreza и Honda Civic. По методике Euron Cup машина заслужила 5 звезд, получив 93 из 100 возможных баллов. Но мало того, она получила 65 баллов по безопасности пешеходов и максимально возможный балл в самом жестком на сегодняшний день тесте, проводимом Американским институтом безопасности на дорогах. А именно лобовой удар, а не деформируемый барьер с 25-процентным пересечением на скорости 64 км в час. Как итог, по совокупности тестов ей была присвоена награда Top Safety Peak Plus 2014. Уточним, что все комплектации Мазда 3, продаваемые в России, укомплектованы полным набором фронтальных и боковых подушек безопасности и системой динамической стабилизации. Что же в итоге? Скажу прямо, первая мысль при виде стартового ценника в 710 тысяч за пустую матрешку в кузове хэтчбэк немного удивила. Показалось, что ценник завышен. Но сравнив комплектации и цены основных конкурентов, таких как Ford Focus, Opel Astra, Skoda Octavia и Seat Leon, понимая, что ценник абсолютно идентичный, плюс-минус 10 тысяч за стартовую версию. Только кто-то предлагает в базе кондиционер или климат-контроль, а кто-то, как Мазда, полный набор систем безопасности, что, на мой взгляд, гораздо важнее. Так что в целом Мазде удалось превратить матрешку в одну из самых интересных машин в классе, и даже законодатель моды в лице нового гольфа уже не выглядит столь интересно. А вот до премиума машина пока немного не дотянула, ибо премиум от обычных авто отличает не только качество материалом, красивые дизайнерские решения и надежность, но и внимания к мелочам. И именно последнего новинки не хватает. Ну и для потенциальных покупателей не лишним будет узнать о наличии двух подводных камней. Во-первых, стоимость обслуживания Мазды несколько дороже, чем у конкурентов. А во-вторых, страховые компании не забыли, что два предыдущих поколения Мазда 3 были лидерами по количеству угонов и страховых случаев в целом. Так что страховка на нее обойдется уже реально, как на премиальную машину. Даже с учетом большой франшизы и установки спутниковой сигнализации.